всем привет с вами эльдар мультазин поговорим сегодня про 10 причин которые могут побудить вас купить с 23 плюс с 23 плюс ровно посерединке между ультрой наверху и с 23 обычным базовым поэтому если говорить сегодня про то что может вас побудить приобрести этот аппарат 10 позитивных причин будет ролик и про 10 негативных причин то я начну наверное соотношение цена-качество вот а бренда сегодня это лучшее соотношение цена-качество в этой категории потому что вот этот аппарат он по сути является аналогом не поверите про макс 14 от samsung и у него сейчас не сравнение этих двух аппаратов но у него есть огромное количество преимуществ но самое главное он стоит дешевле и при этом ничуть не хуже а лучше во многих составляющих чувствую себя таким зазывалом с нижегородской ярмарки которые прямо рекламирует нахваливает там прянички огурчики и что-то еще но первое отношение цена-качество действительно если с айфоном сравнивать там все прекрасно если брать линейку 23 аппаратов а большой экран но самое главное что 6 и 6 дюйма экрана здесь full hd плюс разрешение не такое как в ультре там 6 8 дюйма но вот соотношение цена-качество и набор функций для массового потребителя здесь наиболее приятный если абстрагироваться от этой линейки осмотреть что в прошлом году происходило когда прошли первые продажи лояльная аудитория покупала ультре также как я все остальные стали брать плюсы и плюс в продажах вырос достаточно хорошо почему да потому что потому что плюс это классная штука во всех смыслах и здесь можно сказать что вот в линейке 23 года с 23 с 23 плюс наиболее интересен проблема конечно в том что есть предыдущего года аппарат с 22 плюс он по соотношению цена-качество еще лучше но если вдруг вам нужен самый самый последний аппарат то вы знаете что в 23 линейке стоит обратить внимание на него это первая причина через год кстати говоря эта причина станет основной также как вот сегодня я говорю про 22 плюс что он очень выгоден он выгоден и 23 плюс станет еще более выгодной покупкой следующий момент экран samsung дисплей это компания которая поставляет дисплей для лучших смартфонов в мире лучших с точки зрения экрана дисплей мои другие компании изучают смартфонные экраны планшеты и так далее экраны для смартфона смартфона экрана что я милю вообще как я могу это говорить так вторая причина это безусловный дисплей он не отличается от того что мы видели вас 22 плюс это один в один матрица amoled dynamic amoled 2x очень хорошая матрица full hd плюс разрешение высокая плотность точек на дюйм хороший цветопередача причем в разных условиях до 1750 нит яркость то есть даже на ярком солнце вы будете читать поляризационные фильтры в солнцезащитных очках будете видеть все хорошо одним словом это высокие технологии от samsung дисплей и это прям крайне приятно 120 герц есть 240 герц для игр есть ну в общем наслаждайтесь и получайте удовольствие экран действительно хороший во всех смыслах те кто кричат про шин ну ну как то знаете как люди из секты свидетелей пентайл вдруг перешли в секту шин рано или поздно вы победите мы все умрем безусловно но до этого момента это действительно один из лучших экранов которые есть на нашей планете мы живем на планете земля на нибиру возможно все по-другому на земле это именно так третий момент который связан с этим поколением смартфонов это новая память у фс-4 точнее новый стандарт она чертовски быстрой что повышает вообще производительность этого решения на новый уровень не только же память влияет влияет память на скорость загрузки приложения влияет частота процессора и его производительность и здесь все вместе совпадает это третий пункт память быстрый процессор быстрый все вместе работает отлично просто четвертое конечно же вот мы поговорим про камеры потому что все мы фотографируем снимаем видео и так далее и здесь набор камер которые есть это 5 основной модуль 50 мегапикселей второй модуль телефото x3 широкоугольная камера есть ультра широкоугольной если хотите ну в общем все хорошо снимает аппарат очень и очень приятно поэтому рекомендую вам это действительно классная штука для того чтобы фотографировать в повседневной жизни ни в коем случае не ультра ультра такой ultimate аппарат для всех кто любит фотографировать также как я для обывателя для человека которому нужно хорошее качество снять детей собачку кошечку видео и тому подобные вещи вот набор этих камер очень очень хорош пятый пункт за который меня пинают несколько лет горит это никому не нужно это вообще ерунда полная и вообще 8к видео ну кому нужно 8к видео у меня 8к телевизор сейчас кто-то так скажет буржуи ну да буржуй наверное на большом экране на 85 дюймов смотреть контент записанные видюшки отсюда очень классно с айфона не классно разрешение не хватает да и вот это видео теперь 30 кадров в секунду на 8к можно вырезать стоп-кадры прикольно но в целом я хочу сказать очень простую вещь от действительно очень и очень неплохое видео видео подтянули в этом году еще больше и еще лучше она стала плюс дополнительные режимы аудио 360 когда можно наушники использовать для записи звука с них ну то есть вообще классно такой комбайн не только фото но и видео и это самое главное стереодинамики стереодинамики это та вещь про которую многие не брать на которую многие не обращают внимание почему потому что говорят но когда когда 2 динамика они очень громкие не такие как на фалде но очень очень близки к этому это действительно флагман играет чисто играет громко как музыкальная шкатулка вообще великолепно то есть здесь мне кажется нет никаких проблем шестой пункт нет седьмой уже пункта же динамики были шестым седьмой пункт это батарейка 4700 миллиампер час в комплекте нет зарядки я в пунктах против об этом говорю с традиционно но самое главное энергопрофиль поменяли режим питания поменяли для того чтобы сделать его более долгоживущим аппарат живет 5-6 часов экрана при нагрузке тяжелой нагрузки сутки можно выжать и 10 часов экрана там черная тема пониженное потребление процессора и прочие вещи но если вам нужно у меня всегда есть зарядка поэтому я как бы спокойно к этому отношусь ну и плюс беспроводная зарядка проводная зарядка обратная зарядка реверсивная беспроводная все это есть здесь конечно и это был седьмой пункт восьмой пункт он самый прикольный на мой взгляд то что мы покупаем сегодня телефоны не на один год samsung обязался все новые модели с прошлого года поддерживать течение четырех лет то есть вы получите 4 версии андроида иван юай основные плюс еще один пятый год вы будете получать патчи безопасности и это супер круто потому что вы уверены что у вас телефон который потяну во первых потянет это все во вторых он будет долго работать и долго обновляться такой стиль айфона то что у айфона действительно хорошо долгий срок обновлений вот здесь он есть мы получаем долгий срок обновлений и это круто декс режим мне тут кто-то в комментариях написал что амуртазин там нельзя закрывать приложение на клавиатуре и значит ты не пользуешься дексом я реально пользуюсь дексом и для меня это замена компьютера когда я приезжаю например куда-то на дачу где у меня есть клавиатура у меня есть мышка у меня есть большой телевизор я просто подключаю по вай-фай свой телефон там windows образный интерфейс и я могу работать в стандартных приложениях на большой клавиатуре мне не нужен с собой компьютер для этого если я не планирую набирать какие-то большие тексты этого хватает за глаза если даже планирую берешь хорошую клавиатуру сидишь в кресле сидишь на диване как угодно и набираешь то что нужно работаешь с этим проблем никаких нет декс шикарная штука вот просто шикарная и говоря про него я хочу сказать что но надо его попробовать не все пробуют кто говорит вот нужно только станции не нужна док-станция все напрямую подключается не нужно ничего все работает все не первый год работы последний пункт он тоже очень важный потому что многие люди просто даже не догадываются об этом я сейчас поговорю про нокс нокс это возможность создать защищенную папку внутри памяти вашего смартфона многие воспринимают слово защищенная папка как нечто такое как действительно папку где можно хранить какие-то файлы от действительно сейф куда вы складываете свои вещи но нокс намного шире потому что нокс позволяет создать вторую копию вашего смартфона вашего памяти то есть не просто копию вы создаете свой набор приложений свои аккаунты все что угодно это не видно снаружи то есть у вас внутри вашего смартфона живет второй смартфон и там могут быть совершенно другие настройки совершенно другие файлы все что угодно и никто снаружи может его даже не видеть это не то что вы создаете вторую копию вот сап это научились китайцы делать кстати скопировали у самсунга не вы создаете полностью другие приложения другие правила для работы с ними ну и так далее это очень прикольно действительно прикольно и вот 10 пунктов за но будет 10 пунктов против так что смотрите и оценивайте вот эти пункты против насколько они вас устраивают удачи хорошего настроения всегда ваш эльдар мастазин пока